Пылью придорожную затуманен взор Свестью к нам тревожную прискакал дозор Эй, вы, кони птицы! Ну-ка с шага в рысь к западной границе А вот дядя Петя идет со своим патефоном Здравствуйте Добрый день, не приехал еще Никитин, проходи Ставь патефон там и через час-двадцать минут приедешь за мной Салют! Здравствуй, здравствуй, дорогой Добрый день Здравствуйте На новую конструкцию пересаживаются Я видел эти машины Красивые, скоростные А боезапас какой Скорость не присас И все-таки я утверждаю Поэт, это сейсмограф Да Чур, это место для папы Позвольте, ну а ученые? Во все времена кто мог предсказать? Революции, войны А ну перестаньте хватать старелок Он дал бы телеграмму, если задержался А землетрясение поэты не предсказывают? Бельгии давно уже нет Дании, Голландии Польша оккупирована Франция накануне Невероятно, это только начало Оленька, сыграйте, пожалуйста Здравствуйте, дома? Приехал? Нет еще, но он обязательно будет Ладно, возьмем все по бутерброду Берем Берем и ждем Ждем? Товарищ комбрик, это не танк, а восторг Мое поколение Это зубы сожми и работай Мое поколение Это пули прими и рухни Не, папка любит свои Ключу Приехать не смогу Задерживаюсь в неопределенный срок Приказ личному составу носа не вешать Перебазироваться на дачу, полковник Пап Срочно Оля, ты дочь командира И ты, Женя Значит, такие уж там дела Мы знаем, мы привыкли Не забудь дать телеграмму Не волнуйся, все будет хорошо Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Думаю, вы в бочку Её к четвером не своротишь Откатили к забору и оставили Ох, натерпелась я страху Думаю, пропадай моё добро А если выйти? Они кирпичиком по головушке Я ей готова Ну, почему её до сих пор нет? Ну, убраться в квартире Отец всегда говорил, что человек не должен после себя нечистый след оставлять Ну, отправите ему телеграмму Субтитры создавал DimaTorzok Куда, Катерина? Катерина, куда? Стой, Катерина! Катерина, куда? Иди домой! Кому говорено? Катерина, ты куда? Домой, домой иди, Катерина! Девочка, как пройти на почту? Ой! Стой! Стой! Катерина, ты куда? Катерина! Стой! Катерина, ты куда? Девочка, ты куда? ГРУСТНАЯ МЕЛОДИЯ Герман, ты знаешь, что это такое? Это всегда играла мама. Было очень смешно, когда она в школе на уроках музыки вызывала меня. Рябинина, Краяль. А за окнами снег, как сейчас. И весь Краснодар белый-бел. Точный и грушный городок сказки. Вот и кончилось детство. А знаешь, Герман, мне всегда кажется, что мое детство еще не кончилось, а продолжается. Только где-то в другом городе без меня. А помнишь, как мы год назад познакомились? Да. Родили по Тверскому. Что? Что случилось? Стой! Родили по Тверскому. Оля, здравствуй. Ну где ты была? Ну почему, почему с тобой вечно что-то случается? Ну только не ври. Я ни за что не поверю, чтобы отправить одну телеграмму, потребовалось два часа. Ну конечно, ты заблудилась, ты простояла в очереди, почта сгорела, телеграфистка утонула, а ты потеряла деньги. Оля, я действительно потеряла. Ну правда, действительно, чистая правда. Ладно, давай квитанцию, и чтоб я тебя больше не видела. Квитанция как раз. Ну конечно, ты забыла взять квитанцию, и тебе пришлось вернуться. Я вся извелась, пока ты где-то. Уходи, видеть тебя не могу. Папа велел следить за тобой, а ты... Уходи. Субтитры создавал DimaTorzok Так вот, что касается телеграммы. Оля, я тебе все-таки скажу, телеграмму я не отправила. То есть, я ее потеряла. Нет, я не понимаю, как потеряла? Ну, вернее, не потеряла, но оставила. Точнее, значит, папа ничего не получил? А вдруг он... Я же хотела тебе вчера все рассказать. А ты не хочу слышать, не хочу видеть. Ну, конечно, я виновата. А вдруг папа приедет и не будет знать, где мы тогда как? Субтитры создавал DimaTorzok Все в порядке, был, есть и будет. Тимур 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 Оля, а на почту не надо ходить. Почему? Я пошутила, вот. Ох уж эти твои вечные шуточки. А по-моему, я очень давно не шутила. Оля, а Бог есть? Нет. Я надеюсь, новая подобная шутка последует нескоро. А кто есть? Никого нет. И по-моему, ты еще не попросила прощения. А кто такой Тимур? По-моему, ты меня и так простила. Это не Бог, а царь один. Злой и средней истории. Ну и нахалка же ты. А если не злой и не средний, и вовсе не считает меня нахалкой, хотя он-то как раз имеет право, тогда кто это? Тогда не знаю. Отстань. На что тебе этот Тимур? А на то, что я, кажется, очень люблю этого человека. Вот погоди, приедет папа, он в своей любви разберется. Сходишь в магазин, купишь хлеба и керосина. Я на пляже. Конструкции, выполненные из стали С-3, имеют несущий момент. Мостарочной конструкции, выполненные из стали С-3, имеют несущий момент. С-3, имеют несущий момент. А если несущий момент, предположим, 0,6, при длине пролета, скажем, 8 метров, а стали возьмем все же 5, потому что С-3, это сырое железо, оно работать не будет. Но вот вопрос. Каков же при этих исходных вес конструкции? Вес? Порядка 700, я полагаю. О, восклицательный знак. Но вот еще вопрос. Но если речь идет вовсе не о насыпном сооружении, а о заглублении, тогда как? Скажите, стали С-3 не будет работать? А вот и будет. Ну, хорошо. А если грузоподъемность у нас с вами будет 20 тонн? Насколько я понимаю, вы предлагаете мне рассчитать кран? Ну что ж, как говорил наш профессор, что для того, чтобы рассчитать кран, нужно иметь как минимум голову. Будьте добры, не откажите в любезность, позвольте прикурить. Пожалуйста. Здороваться надо, молодой человек. Ведь мы уже имели честь познакомиться, когда вы столь усердно выламывали доску из забора. Вы ведь к Вакину Михаила. Не так ли? Он прекрасный. Так, сколько? Рабилет, пожалуйста. Пожалуйста. Миша, откуда этот пропагандист выискался? Тимкин дядя. Ну, пугануть-то его можно? Инженер с оборонного завода. А-а-а. Ну, Тимка-то давно уже пора отлупить. Пошли к ребятам. Ребята, по одному, быстрее. На Театре военных действий в Западной Европе. Подвинься. Пожалуйста. Эй, ты. Ну, давай отсюда. Чего? Ты чего лезешь? Коля, ты, кажется, хочешь кому-то уступить место? Федька, кончим. 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 Магнитогорский металлургический комбинат. Первому мартеновскому цеху присвоено звание лучшего мартеновского цеха Союза СССР. Толивары не останавливаются на достигнутом. Они успешно выполняют свое обязательство дать сверхплана 20 тысяч тонн стали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Оля! Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Ладыки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ребята, ушла! Пусть и Смотри! Смотри! Ещё! Ещё давай! Ещё! Ещё давай! Ещё давай! Ещё давай! Ещё давай! Ещё давай! Девочка, Фройлен, битте? Да, Антон. Пожалуйста. Твои германии-то не бойся, чижане играют. Сима. Перта. Хочешь ночью? Смотри. Вот так. Это тебе не Айнсвайдрайн. Стой. Возлюбленный мой внук, труд создал человека, тогда как лень снова превращает его в животное. Как говорил один старый философ? Хогитор? Эрго сум. Что означает? Как ты предполагаешь? Мышлю? Следовательно, существую. Однако мы могли бы теперь сказать по-другому. Ляберо. Эрго сум. То есть, тружусь. Следовательно, что? Существую. Правильно. А ты съел три порции мороженого, а мне не оставил. У бессовестной тебе добавь чай два раза, по три раза откусить. Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ля-ля. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Лево руля. Право руля. Полный вперед. Нет, завтра пойдем на аэродром. Почему? Договорились с ребятами, с Тимуром. Только хлеба побольше возьми. Зачем? Видишь вон того? Вижу. Он вчера в очереди за керосином Коле по шее дал. Побежали. Ты последний. Стой, я последний не бываю. Ну, крайний. Я, чтобы с краю, никогда. Ну, ладно, короче, я за тобой. За мной? За мной не остается. Ты ж, Кет, ты чего тянешь? А ты чего тянешь? Молодой человек, не связывайтесь. Это же хулиганье. Гейка! Гейка! Сигнал трясок! Потом договорим. Что случилось? Позыной общий. Какой общий? Трясок нападения. У нас чужой. Тревога, тревога. Быстрее, ребята. Извини, дядя. Алло. Алло. Кто это говорит? Что ты здесь делаешь? Что тебе здесь надо? Квагинская диверсантка. Держи ее. Она тебя поломала. Ребенимяй. Квагин. 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 Не трогайте девчонку. Все в порядке, Женя. Было, есть и будет. Мы, кажется, уже с тобой немножко знакомы. Тимур. Ты? Значит, а ты отправил телеграмму? А с ними еще нет. Симаков. А проще Сима. Женя. Гейка. 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 Коля. Колокольчиков. Александра. Ладыгин. Василий. Гейка. Владик. Владик. Женя. Ванюша. Ваня. Пора, пора, пора. А кукарочек. А кукарочек. Дороги. Дороги. Привет на Любзге. Урау, урау, урау. Урау. Ура! 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 Завтра утром сигнализацию я и Коле починим, пока ещё люди спят. Будь сделан, я человек кремень. Проспит? Проспит? Это я-то просплю, я стою с первым лучом солнца. Он встаёт только к завтраку или к обеду. Проспит? Клевета! В доме номер 25 старухи сына в кавалерию взяли. Эх, хватил. Ты там уже третьего дня на заборе наш знак поставлю. Кстати, а кто звезду рисовал? Я. Что же у тебя лучи, как пьяк? Ведь люди смеяться будут. Ребята, с представителями немецкого пролетариата контакт навёл. Зовут Берта, научил играть в чижа. Теперь одна не останется. Ребята, они ведь лягушек едят. На Паркове 24 опять Мичуринскую обработали? Наш дом. Красноармейца Крюкова. Так, кто у нас бывший вредитель садов и огородов? Я. Чья работа? Ну ясно, чья. Теперь все мышки у Мишки. А в 19-м доме опять девочка плачет. Как бы человек был, а то ведь совсем маленькая. Ребята, девочку я возьму на себя. Ребята, войска! Ребята, смотрите, орудия везут. Так за лесом манёвры идут. Твой отец тоже в Красной Армии служит? Да. Значит, и ты под нашей защитой. Тимка, хватит. Я пойду с ним потолкую. Правильно. Дать ему по шее. Нет, ребят, я сам. Здорово, комиссар! Куда торопишься? Здорово, атаман. Тебе навстречу. Ну, рад гостю. Только вот жаль, угостить нечем. Разве что этим. Не поврезгаешь. Ворованные. Они самые. Белый налив. Только вот беда нет настоящей спелости. Кислятина. Другой бы спорил, но не я. Ты на доме 24 и звезду видел? Я, брат, и днём, и ночью всё вижу. Так вот, если где увидишь, так беги от того места, пока тебе не наломали. Эти дома под нашей защитой. Понял? Хулиганы. Безобразники. И надо, всё время колова соколачиваются. Ты, сестренка, поглядывай. Отец пишет. Хорошая машина. Детство разводишь, комиссар. В игрушечки играешь. Так мы договорились? А мы ни о чём не договаривались. Мишка, это наш последний с тобой разговор. Запомни сам и передай своим ребятам. Понял? А кукарача? Отсюда тоже человек ушёл в Красную армию. А здесь девочка плачет. И мы ничего не можем сделать. Она ещё совсем маленькая. Но мы что-нибудь придумаем. Может, у неё что-нибудь болит? Может быть. Но её отец убит на границе. А она плачет. Мой папа тоже никогда не пишет. Шлёт смешные телеграммы. Евгения! 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 Домой! Я запрещаю тебе подходить к этому человеку. Почему? Ведь я тебе друзей не выбираю. Это хулиган твой друг? Ну ты же не знаешь. Ничего не хочу знать. Если я тебя ещё раз увижу с ним, то мы немедленно уедем в Москву. Ну, Оль! Никаких, Оль! Папа велел следить за тобой, а ты? Папа велел следить. Управитесь? Да ну, делов-то. Я вижу, у тебя вчера разговор с Квакином был. Встретились. Ну и? Ну, сказал ему пару слов. А он? И он мне столько же, примерно. Доволен? То я? Вообще-то да. Он с левой бьёт, закачаешься. Где ж твоя правая? Коля? Коля! 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 Коль! Продолжение следует... Продолжение следует... Что с тобой происходит, Тимур? Я имею право знать? Я имею право знать! Шатаешься где-то по ночам? Где ты пропадаешь? Есть всякие дела, дядя Георгий? Да, дело ясное, мой дорогой, что дело темное. И все-таки я хотел бы знать, если это, конечно, не тайна. Да, дядя Георгий, это тайна. То есть, что это еще за тайна? Смотри, племяш, как бы я не отправил тебя к матери за подобные дела. Ну, я же сказал, дядя Георгий, тайна. Значит, знать этого нельзя. Я третью ночь не сплю, мне чудится все то же, Движенье тайне в угрюмой тишине. Я стар, мой голос слаб, О, горе мне, о горе! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, мальчика, кажется, зовут Тимур И он сегодня посягнул на это мое одеяло Может быть, уважаемому инженеру нечем укрываться? Надеюсь, ты все запомнил, старик Но склероза у тебя еще нет И зубы, кстати сказать, вполне молодые Да Что да? Оля, вы? Что это? Потом объясню Да, но я по делу Что, у вас опять репетиция? Любезный шик, вы передадите Почтеннейший Почтеннейший, вы передадите инженеру Да, да, ребята Я тороплюсь Почтеннейший, вы передадите инженеру Да, да, ребята Я тороплюсь Но я тоже хотела вас спросить Я с пылька Останавливайтесь Куда вы меня везете? Куда вы? Ну, я прошу вас, остановите Я не могу, я все могу Я не понимаю, почему мы здесь? С какой стати? Ну, должен же я переодеться Прежде чем ехать с вами куда угодно Хоть на край света Я тороплюсь, у меня экзамен У меня сестра младшая А к ней привязался какой-то Тимур Из компании какого-то Квакина Я вас умоляю, Георгий, поговорите с ним Как мужчина Пусть они оставят ее в покое Вы же знаете этого Тимура Да То есть нет То есть да Тимура 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 В полете смотрите на землю Чтобы она шла из-под вас Если она идет на вас То тогда нужно сделать вот так И перевернуться Не то упадете на пятую точку А это очень неприятно Тимура 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 Тише и быстрее. Давай, цепочку по одному, быстрее. На, держи. Давай, давай, давай. Скорее. Ну, скорее. Ты что здесь делаешь? Это беру на себя. Скорее. Ребята, идет. Идет. Скорее, скорей. Уйди. Батюшки, да кто же это? Ты что, не видишь? Это я. А это что за явление природы? Кто мне может объяснить, товарищи друзья? А это немец, перец, колбаса, кислая капуста. Я-я, немец. А я смотрю, кто тебе ноги выдернул и спички вставил. А-я-я. Китарра. Фигура, дорогой, нехорошо смеяться над иностранцами. Ты же видишь? Это дурочка. Она не понимает ни по-русски, ни по-каковски, да? Гутен морген, гутен так. Хлоп по морде вот так-так. Да как вы можете, негодяи? Вот вам, вот вам, вот вам. Ну ты что, зверела что ли? Наших бьют. Уйди, уйди. Ай. За что бьетесь, ребята? За дело. Смеется? Не в одном глазу. А так? И так нет. Это вы со мной играете? Хочешь, мы к тебе спрыгнем, а? Здесь крапива, я вчера от нее плакала. Вот мы ее. Вот, 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 вот. Вот, 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 вот. Видишь, как мы ее? Тебя зовут Танюша? Да. А теперь будешь плакать? Буду. А почему? Сама еще не знаю. Из вереска напиток забыт давным-давно, А был он слаще меда, пьянее, чем вино. В котлах его варили и пили всей семьей Малютки-медовары в пещерах под землей. Пришел король шотландский, Безжалостный к врагам, Прогнал он бедных пиктов к скалистым берегам. На вересковом поле, на поле боевом, Лежал живой на мертвом и мертвый на живом. Лето в стране настало, Вереск опять цветет, Но некому готовить вересковый мед. Старость боится смерти, Жизнь я изменой куплю. Выдам заветную тайну, Карлик сказал королю. Голос его воробьиной резко и четко звучал. Тайну давно бы я выдал, Если бы сын не мешал. Мальчику жизни не жалко, Гибель ему нипочем. Мне продавать свою совесть, Совестно будет при нем. Пускай его крепко свяжут И бросят в пучину вод, И я научу шотландцев готовить старинный мед. Сильный шотландский воин Мальчика крепко связал И бросил в открытое море С прибрежных отвесных скал. Волны над ним сомкнулись, Замер последний крик, И эхом ему ответил С обрыва отец старик. Правду сказал я шотландцы, От сына я ждал беды, Не верил я в стойкость юных, Небреющих бороды. А мне костер не страшен, Пускай со мной умрет. Моя святая тайна, Мой вересковый мед. Мой вересковый мед. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Держи Вы думаете, я трус? Ну-ка дай! Чиним по-морскому! ДимаTorzok 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 Адаману шайки местных хулиганов Михаилу Квакину. Люблю культурное обращение. И его гнусно прославленному помощнику, именуемому фигурой. Эх благородно завернули, могли бы дурака попроще назвать. А также ко всем членам этой позорной компании ультиматум. Чё? А это ещё чё такое? Посмотрим, на что люди бумагу переводят. Адаману шайки местных хулиганов Михаилу Квакину. Люблю культурное обращение. И его гнусно прославленному помощнику, именуемому фигурой. Эх благородно завернули, могли бы дурака попроще назвать. А также ко всем членам этой позорной компании ультиматум. Чё? А это ещё чё такое? Такое международное слово. Бить будьте. Ввиду того, что вы совершаете налёты на сады, и притом не щадите даже те дома, на которых стоит наш знак «Красная звезда», и которые находятся под нашей защитой, «Красная звезда». Мы приказываем вам. Это нам, что ли? Трусливым негодяям. Видишь, как ругаются. Мы приказываем немедленно распустить шайку и впредь никого из жителей не обижать. А мы Квакину, мне, и фигуре явиться на то место, которое им будет указано. В случае отказа мы оставляем за собой полную свободу действий. Это в каком же смысле свободу? Мы их вроде не связывали, не забирали. В международном смысле. Бить будут. Жаль, что отпустили. Этот гейковидо давно не плакал. Он не заплачет. У него брат матрос. Ну и что? А то, что у него отец был матросом. А тебе-то чего? А то, что у меня дядя матрос. Заладил брат, дядя, отец. Отрасти волосы, Леша. А то тебе солнце затылок напекло. Послать их завтра, поймать, пугануть как следует. А Тимку ее командовать, отлупить. Это ты, кто отца отлазил? В котором девчонка живет? Ну, у которой отца убили. Ну, и я. Так вот, мне на Тимкины слова плевать. Тимку я всегда бить буду. Ну, и что? А вот то, хоть ты мне и друг фигура, на человека ты не похож. Чего это-то? А, Гейка, привет. Ну, проходите. Просим. Ответ на ультиматум давайте. Ответ на ультиматум давайте. Нам песня строить и жить помогает. Она как друг и зовет, и ведет. Шею бы вам намылить за такие ультиматумы. Но мы люди добрые. До ночи погостите у нас под замком. А потом, когда мы обчистим сад под номером четыре... Этого не будет. Нет, будет. Ни одного яблочка не оставим. Как шел. Не пойду. Пустите. 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 У него брат-матрос. Ну? У него руки схвачены, а ты его бьешь. Честно, что ли? Ну, я тебе заодно. Скорее там. Ну, как это выйдет? По-вашему или по-нашему? Пошли. Пошли. Не замерз? Деду что-нибудь объяснил. Да. Пошли. Так, так. За шею его хватай. Подножку делай. Молодец. Василий, через себя его бросай. Через себя. Ну? Дожимай. Дожимай. Молодцы. Сколько ты говоришь? Восемь корней. Так, расположение? Два золотой ранец. Ты знаешь, кто этот сорт особо уважает? Знаю. Смаки дома. Ест гречневую кашу с молоком. Ничего не чувствую. Тимур, фигура наших держит. Место не трогается. Отлично. Слушай, Жень, на вечер аккордеон достать можешь? Постараюсь. Эй, вы там! Перемерзли, что ли? Чего молчите? Тимур, вы там? Дwers. Через аккордеон. Тимур, вы там? Все. Тимур, вы там? Тимур, вы там? Ты и Вя. Все. Вы там. Как вы? Как вы? Ты. Эй, кто там? Не балуй, а то по шее! Открывай, ребят. Быстрее. Мне с тобой разговаривать некогда. Молодец. Ребята! Ну-ка, полезай на их место. Быстро. Раздевайся. Грабите? Вы за это ответите. Раздевайся и давай сюда вещи. Ну, не скучай. Все. Пошли. Бегом. Мишка, караулить не надо, буду на месте. Стучи, гейка, стучи. До ночи достучишься. СТУК А фигура где? Он сам придет. Хитрый, он всегда вперед всех лезет. Ну, пошли. Тоннино. 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 СТУК Ты, Наташ? Дикора! Гейка, ты? Тихо. Молчи. Ты не посмотришь, что ты за меня зацепился? Молчу. Тихо, передай, операция уже началась. Хорошо. КОНЕЦ Ты что? Бюллетень надо брать. Индустрия, за мной. А нет, беру на себя. Молчу. Молчу. Миша, миша, миша! Миша, миша, миша! Фигура! Это ты? Фигура! Ты, дурак! Фигура! Фигура! Тихо! Идём! Идём! Порядок! Ребята, принимайте! Не шуметь! Всё! Иди! Теперь ты никому не нужен! Открой фигуру! И отдай ему вот это! Отпусти ребят! Или меня! Иди! Бить буду! Бить буду, Тимка! Бить буду, понял? Всё! Всё! Пошли! Слушай, самое интересное было, как мы его ловили. Он стоит внизу под деревом и зовёт Мишу, а я на него сверху корзину. Тимка, я его снял, он даже не спешевознулся. Около забора стоит. Идём и вытянь, я его взял в broker! После встречи Нек Greenberg Она пров스타! США Уaste! Кто? 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 Вообще У� У Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Старик, я слышал много раз, что ты меня от смерти спас Зачем? Эх ты, пережиток НЭПа, частный сектор Фигура, а ты стихи любишь? Чё? Отец, отец, дай руку мне, ты чувствуешь моя в огне Знай этот пламень с юных дней, да я сижу в душе моей Фигура, а у тебя пламя в душе есть? Чего? Он знал одной лишь дом и власть, одну, но пламенную страсть Бить, что ли, будете? Да нет, если бить, я бы один пришёл Мы потолковать с тобой хотели Понимаешь? Потолковать Поговорить Я сам их видел В парке, все они там Все? Как разбредутся по одному мороженое лизать Тут-то мы их прихватим По одному? Сначала с тинки начнём А потом и остальных пощекочем Ну-ка, пошевели Порядок И гейк тоже прихватим, чтоб ультиматум не носил Привет, Анюта Здоров Здорово Ну, как дела? Обещали через неделю Ну, поздравляю, куда? Наверное, во флот А тебя? Кажется, в кавалерию Ну, давай, увидимся Пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Выступают наши шефы В мимический этюд «рыболом» АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Выступает Александр Иванов. Субтитры сделал DimaTorzok А как же мы после этого выступаем? Ольга Александрова, аккордеон и Георгий Гараев. Ария старого партизана из оперы «Тревожные звезды». Субтитры сделал DimaTorzok «Тревожные звезды» «Тревожные звезды» «Оля, ваша сестра прекрасная девочка». «Тревожные звезды» «Тревожные звезды» «Женя, группируйся, отталкивайся плавней. С места не рви и, главное, не бойся воздуха. Пари». «А я и не боюсь». «Ну, давай!» «Тревожные звезды» «Тревожные звезды» «Женя!» «Опять мне этот хулиган!» «Евгения!» «Да, а главное, я все вам хотел сказать и не решался. Главное, что этот Тимур и есть мой отчаянный племянник». «Как? И вы мне ничего не сказали?» «Ну, это просто издевательство». «Ольга!» «Оля!» «В Metallика!» «Лёным мед wynагинию!» «Я елка!» «�рой мед» «Ковина» «Еnie, teacher», «Аллиnovая ровная 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 и нить». «От colourный HPCAD» «Оот проектирую» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тимка, тебя дядя ищет, сердитый почему-то. Он прямо побелел от злости и даже покраснел немножко. Ты вернешься? Не знаю. Тимка, Тимка! Мы же ничего плохого не сделали. А если человек прав, то он никогда ничего не боится. Но ему все равно больно. Какая неожиданная встреча. Потолкуем на досуге, комиссар? О чем же мне с тобой толковать, фигура? А хотя бы вот об этом. Бить, что ли, будете? Ну, давайте, а то мне некогда. А вот тебе-то мне как раз и нужно. Мало того, что вы оборвали все сады. Даже у старух, даже у осиротевшей девочки. Мало того, что от вас бегают даже собаки. Ты еще настраиваешь против меня сестренку? Да ты просто негодяй. И я немедленно отправлю ее в Москву. Это неправда. Вы же ничего не знаете. Ну что ж, я готова послушать. Молчишь, трус. Ну что, комиссар, вот и тебе кажется не сладко. Лучше бы вы меня избили, чем вы слушаете за вас такое. А что ж ты молчал? Ты бы ей сказал, мол, это не я, это они. Мы же здесь рядом. Ты б сказал, а мы б тебе за это. О! Гордый. Ведь плакать хочет, а молчит. Сейчас ссунем ему по разу, вот и заплачет. Он-то гордый, а ты сволочь. Ссу-то гордый, а и заплачет. С тобой я больше не разговариваю. Вот приедет папа, он все узнает. Я еду в Москву, а ты можешь гулять с кем угодно. Да, папа, папа, а не ты. Он все узнает. Куда же ты подевалась, бежим. Ведь соревнования. А где же сестра уехала? Поругались, да? Да так ерунда. А как же теперь волейбол? Ребята ждут. Вот и пошли, сейчас я переоденусь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok По три, по пять. После каждого выстрела шаг назад. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас, подожди. Мне надо срочно уехать в Москву. Я хотела у вас дочку оставить. Вот и оставьте. Я не человек, что ли. Я побуду с вашей девочкой. Сейчас только доиграю, а вы пока идите на дачу. Там не заперто. Да она у меня спокойная. Я ее уложу, она до утра не проснется. Хорошо, хорошо. Вы не беспокойтесь, я сейчас приду. Хозяева! Хозяева! Эй! Тут они! Девчонка только что здесь бегала. Срочно им телеграмма. Скажи ей, когда придет. Я здесь оставлю. Хватит. Мне надоели твои ночные похождения. Эти веревки, сигналы. Эта история с одеялом. Одеяло это ошибка. Надеюсь. Не хватало только, чтобы ты крал одеяло не по ошибке, а преднамеренно. А эта девочка, наша соседка. Я немного знаком с ее старшей сестрой. И она жалуется, что ты учишь Женю хулиганству. Ольга ошибается. Не слишком ли много ошибок? Учти, если тебя еще хоть раз увидеть с ней вместе, то я в тот же день отправлю тебя домой к матери. И это уже без ошибок. Дядь Георгий, ну а что вы делали, когда были мальчишкой? Мы? Лазили по чердакам, шалили, конечно. Да и в погреба лазили. Время-то было голодное. Не то, что теперь. Но мы жили в открытую. Ни от кого ничего не таили. А вы? Избаловала вас советская власть вообще? Ну ладно. Утром вернусь. Утром вернусь. Утром вернусь. Утром вернусь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Самое страшное в мире это быть успокоенным Славлю солдат революции Мечтающих над строфою Распиливающих деревья Падающих на пулемет Военный год стучится в двери моей страны Он входит в дверь Какие беды и потери несет с собой косматый зверь Какие люди возметнутся Из поражений побед Второй любовью революции Какой подымется поэт А тучи виснет Слава ей не будет Синим ртом пропета Бывает даже у коней В бою предчувствие победы Приходит бой с началом жатвы И гаснут молнии в цветах Но молнии пружиной сжаты В затворах В тучах и в сердцах Наперевес С железом сизым И я на проволоку пойду И коммунизм опять Так близок Как в девятнадцатом году Субтитры создавал DimaTorzok Есть в наших днях такая точность Что мальчики иных веков Наверное будут плакать ночью о времени большевиков И будут жаловаться милым Что не родились в те года Когда звенела и крушилась На берег рухнувшей вода Они придумают нас снова Касая сажен Твердый шаг И верную найдут основу Но не сумеют так дышать Как мы дышали Как дружили Как жили мы Как в попыхах Плохие песни мы сложили О поразительных делах Ну ладно, хватит про то Давайте про это Я шел веселый И нескладный Почти влюбленный И никто мне не сказал В дверях парадных Что не застегнуто пальто Несло весной И чем-то тепло От слободки по низам Шел первый дождь Он бился в стекла Гремел в ушах Слепил глаза Гремел в ушах Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за просмотр! 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 Петр Андреевич, это какой поезд ушел? Спасибо за просмотр! Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Фёдор Григорьевич! Это я, Тимур! Поговорить нужно! Очень важно! Очень срочно! Вы? Ну тогда заходите! Или нет, влезайте! Да-да, через окно, чтобы никого не будить! Милости прошу! Что, кто-нибудь заболел? Тимур! 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Да, так и не пришлось повидать Женьку. Я не знаю, почему она не приехала. В метро до двух она успевала. Ты знаешь, а я решила дальше учиться на аккордеоне. И вообще все так удачно складывается. На следующий год у меня практика, а Георгий говорит, что у них на заводе вводят новые мощности. Да, да, удачно. Оля, я не знаю, я не верю, чтобы Женя могла попасть в плохую компанию, чтобы ею командовали. Не такой у нее характер. Ну вот, ты еще ей об этом скажи. Она и так залазила, что у нее характер такой, как у тебя. Ну а чего он такой? Представляешь, недавно залезла на крышу, спустила через трубу веревку. Я дома хочу взять утюг, а он подпрыгивает кверху. Сейчас смешно, а так, да? Ладно, я ей напишу. Но ты тоже на нее не жми очень. Угу. Скажи, что я ее помню и люблю, что мы скоро вернемся, и что обо мне плакать нельзя. Все равно будет. Ну, мне пора. Давай присядем на дорожку. Мы снова одни. И даже непонятно, был ты или не был. Пошли. Пошли. Ну что, Женя? Опоздать. Окна тёмные. Может, записку оставили? Пошли. Пошли, Женя. Они уехали. Папа. Женька. Женька. Папка. Где же ты была, Женька? Молодец. Человек Женька. Папа. Папка. Я бы просто умерла, если бы не успела. Папка. Тимур. Папа, познакомься, это Тимур. Ты никого не слушай. Это мой лучший друг. Ну, здравствуй. Ну, здравствуй. Молодец. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро! Тимур ни в чем не виноват. Это я виновата. Все спокойно. Все спокойно. Все спокойно. Давайте пить чай. ТБ-3 что ли? ТБ-3. СБ ТБ-3. Конечно, СБ. Мне истребители больше нравятся. Сказал. Тебе от меня ледоколы нравятся. И мне тоже истребки нравятся. После школы в летное училище. Извинем, а? Садись, взмываешь. Пошел, пошел. Над поселком, над Москвой, рекой. Под мостом, как Валерий Чкалов. И Мишка на пляжу лежит. А ты ему крыльями помашешь. Нет. Хвост бы я по-другому сделал. Вот так. Красивее. И взлетать легче. А Тимка с ребятами все на вышке торчат. Тоже, наверное, в летные собираются. У Тимки дядя на командирские курсы забираются. Моя мама видела, как ему повестку принесли. Когда? Не знаю. Слушай, Федь, а у тебя плавень души есть? Не знаю. Слушай, Федь, а у тебя плавень души есть? Оля. Ольга Павловна. Ольга Павловна. А я здесь. А я к тебе. С подарком. Всегда рада. Мне или подарку? Ну, если от души. Еще бы. От души отрываю. Ну что ж, примем как родного. Как его зовут, я забыла. Мотя. Разве по нем не видно? Куда прикажете? Ах да, мы же немножко знакомые. Пожалуйста, в дом мотя. С Георгием, конечно. Прошу вас. Тима, быстрее. Все вещи уже погружены, только меня одного ждут. Не беспокойся, без тебя никто никуда не уедет. Я человек кремень, только дедушка волнуется. Кремень, не мешай. У меня и так ничего не получается. Сима, послушай, сдвинься немножко левее. Поближе. Так. Коля с Гейкой поменяйтесь местами, а то Берту не видно. Берта, улыбнись. Ну что ты такая серьезная? Уметь надо. А я и не умею. Приготовились, ребята. Снимаю. Улыбочка. Готово. Ну беги, мы сейчас придем к тебе, проводим. Я не могу быть. До свидания, Коля. До Москвы. Ну, жду, ребята. Жди нас. Коля, адрес оставь. Напиши прямо на карте. Ребята, оставим здесь все свои адреса. Коль, не забудь. Парк Горького в 9 часов у парашютной вышки. Проспит. 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 Клевета. Клевета. Ребята, давайте в честь отъезда Кули Колокольчикова поднимем флаг. Парк Горького в 9 часов у парашютной вышки. Он тебе сообщит и адрес, и все. Надеюсь, ты проследишь, чтобы он мне ответил. Поподробнее, пожалуйста. Георгий, ты куда? В командировку? Да вроде. Вот, повестку получил. В армию? Ну да. Надолго? Как судьба. Думаю, до весны 41-го. Ребята, значит, четвертого в парке Горького? Все. Непременно. А на елку всей командой сюда. Мы тут дрозу пасем. Точно, но в углу встречаемся вместе. Мне исполнится 14 лет, а мне 13. И мне? А мне 15 столбиков. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»